Друзья, всем привет! Это канал Тунгус 72. Все о вездеходах и не только. Хочу показать квадратный вариант капота вездехода. Но перед этим скажу, что вездеходами занимаюсь с 2005 года. Начинал с заднеприводных и именно вот этими моделями уже в районе 9 лет они пользуются популярностью среди многих здесь рыбаков, охотников из-за того, что на нем цельнорамная основа получается. В повороте, конечно, он уступает, переломочки. Что в нем характерные особенности, это какие именно в этой данной конструкции вездехода, это то, что у него все валы, получается промвал основной, который идет на коробку с двигателя, он получается цельный. Он не резанный, цельный, то есть ремонтопригодность, где-то в болоте что-то мерить, замерять, ездить домой там, варить. Такого, я думаю, не должно быть в вездеходах, но все же они бывают такие моменты. То есть купил в магазине, купил, поставил и проблем нету. Что еще? Этот вездеход на колесах Хои 25. Вес вездехода 385 килограмма. Он легкий, из-за этого он хорошо ходит по болотам. Видео я летнее и весеннее сниму, потому что парни просят. Раньше не снимал ничего такого. Сейчас буду уже снимать, фотографировать, представлять публике. Так, ну что, поговорим о вездеходе. На данном вездеходе стоит двигатель Ланчин. Тоже мы его ставим уже давно. Неизменно ставлю вариатор. Вариатор ставлю почем? Потому что многие производители все равно делают гаражные там, многие и такие в ютубе много видео, что вариатор относится более все равно к таким моментам, что он более живучий, считается в лесу, чем какие-то там шкивы, цепи. По шкивам были у меня поначалу по шкивам вездеходы, то есть со шкивами, но сделал уже, получается, неизменно все равно вариатор оставил в данной конструкции. Здесь идет двигатель на подрамном основании, на подушках от автомобиля ВАЗ. Идет, получается, основной кардан Нивовский. Валы идут от переднеприводного автомобиля ВАЗ 2108. В коробке не изменен дифференциал. Все стоит родное. Главные пары в мостах стоят 43. В мосты идет ВАЗ. Поворотный механизм ощущается при помощи специальных тяг. Что еще тут хочу сказать, так что немножко сейчас пробежимся по вездеходику. Сейчас вам покажу. Так, ну вот он вездеход. Капот у него открывается уже вот так. Двигатель у него лончен. Ничего нету такого сложного. Так. Здесь вот подрамное основание. Тут идут такие крылья. Вот и подкачка. Снег, вон видите, по снегу тут прошел. По дорогам, по лесным мотаемся. Здесь идет также руль от пятнашки. Рундук. Попросили оставить. Рыбаки открываются. Кузов подъемный. Панерочка также влагостойкая. Так вот он. Сейчас фокус наведется. Вот сзади он выглядит вот так. Вездеход высокий. На АИшках. Почему-то именно в данной версии вездехода рыбаки и охотники любят все-таки такие вездеходы именно на таких колесах на АИ-25. Также икра заставим и многое другое. Сейчас сверху вам покажу. Сильно не буду так снимать-то вот. Все уже знают. Так, вот он. Вездеходик. Все обшито. Сверху он выглядит. Вот так вот. Провода соединены. Здесь специальный рундучок оставляю. Всегда он такой комфортный, теплый. Более-менее едешь, греет ваши там рукавицы, еще что-то. Здесь под моторным основанием получается степло идет на водителя. Что является комфортным осенью, в осенний и весенний период. В летний можно закрыть, но особо не рекомендую его закрывать. Ведущики летние обязательно будут. Так, вот сейчас продолжим. Сейчас немножечко покатаемся. Вот сейчас выедем в в ту чистовинку. Снега, я думаю, что более достаточно сейчас в нашем районе. Так, ну вот он вездеход. Пишите комментарии. Интересный комментарий некоторые оставляют. Не зная вездехода, любят писать именно что он доделывается кем-то непонятно кем и какие вездеходы доделают. Снега. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова